Комментарии на толкование блаженного эфилакта Игнатия Лапкина, часть 6. И тогда настанет конец, но не всего мира, а Иерусалима. Комментарий Игнатия Лапкина. Толкователь бессмертных слов Христа четко говорит, что у Евангелия не будет препятствий в его проповеди. Но вот она есть, и не где-то, а в церкви Божией более всего. Сегодня можно зримо видеть, что все, что Господь говорил книжникам, фарисеям, тогдашним архиереям, относится к сегодняшнему православию. Сколько за эти годы только в России было антиевангельских, прямо антихристианских масштабных акций. Это и казни еретиков, как у католиков. Это и гонения в течение 300 лет своих природных русских, так называемых староверов, казни, пытки и ссылки. Это и сотрудничество с безбожными властями, и особенно чудовищное предательство, совершенное в 1927 году митрополитом Сергием Строгородским через свою презренную декларацию. Это и антиканоническое рукоположение в архиереи священники при посредстве советских властей. Это и допущение к таинствам совершенно неверующих, безбожников, чародеев и развратителей, полное уничтожение грани между верующими и неверующими, невыполнение возгласа оглашенной языки и невозможность его выполнить. И все это – результат отсутствия живой проповеди на родном, понятном языке. Произошла полная подмена Евангелия вымыслами человеческими. Но для Слова Божия нет уз, и пророчество Христа исполняется хотя бы и на отдельных чадах Божьих. Толкование на Матфея 24, 34, 35 Подтверждая сказанное, говорит Господь, что скорее погибнет небо и земля, эти твердые стихии, нежели окажется погрешительным что-либо из моих слов. Комментарий Игнатия Лапкина Так оценил единородный Сын Божий свои слова. Даже единое Его Слово дороже видимой вселенной. И однако же пастыри скрыли от народа великое Слово Великого Бога. Как завороженные бегут они к киоскам, покупают нечистые свечи, И в игаре, в шуме, в дыму колышется эта масса. А от входа в храм до алтаря все исказили, все перепортили злые делатели. Иеремия 12, 10 Множество пастухов испортили мой виноградник И стоптали ногами участок мой, Любимый участок мой сделали пустую степью. Сафония 3, 7 Я говорил, бойся только меня, Принимай наставление, И не будет истреблено жилище его, И не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Малахия 2, 2 Если вы не послушаетесь, И если не примете к сердцу, Чтобы воздавать славу имени моему, Говорит Господь Саваоф, То я пошлю на вас проклятие, И прокляну ваше благословение, И уже проклинаю, Потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Захарий 11, 17 Горе негодному пастуху, Оставляющему стадо, Меч на руку его И на правый глаз его, Рука его совершенно иссохнет, И правый глаз его совершенно потускнеет. Иеремии 23, 11 Ибо и пророк, и священник, Лицемеры, Даже в доме моем я нашел нечестие их, Говорит Господь. Толкование на Матфея 24, 45, 47 Верный и благоразумный раб, Есть всякий учитель, Вовремя дающий каждому пищу учения, Каков, например, Павел, Иного напаяющий молоком, А иного питающий хлебом, Когда изрекает высокую мудрость. Комментарий Игнатия Латкина. Пищей называется Слово Божие, Слова Библии. Если пастырь не знает священного писания, Ему не удержаться. Он обязательно будет блудить на каждом шагу, И пища, которой он будет кормить людей, Доверившихся слепотствующему руководителю, Есть его вымыслы, Его блевотина. Исайи 28, 8 Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, Нет чистого места. Пища, которую дает Господь из священного писания, Целительно. 2 Тимофею 3, 15 При том же ты из детства знаешь священные писания, Которые могут умудрить тебя во спасение Верою во Христа Иисуса. 2 Тимофею 3, 16 Все писание Бога духовновенно и полезно Для научения, для обличения, для исправления, Для наставления в праведности. Толкование на Матфея 25, 14, 19 Рабы Его, те, коим вверено служение Слово, как то, Архиереи, Иереи, Дьяконы и все приявшие дарования духовные, Одни большие, другие меньшие, Каждый по силе своей, то есть по мере веры и чистоты. Комментарий Игнатия Лапкина Начиная с грехопадения в раю, Человек по наущению для дьявола пытается, в кавычках, Улучшить замысел Божий в отношении самого себя, Подправить, сделать более совершенным Слово Божие. Исайя 55, 8, 9 Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, И мысли мои выше мыслей ваших. Бог не нуждается в советниках, в корректировщиках своих слов. Раб Божий Моисей изменил четыре слова в прямом указании Божьем, Погрешил языком своим, издав лишние звуки. Исход 17, 6 Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, И ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И вот как это выглядело у Боговица на практике. Число 20, 10 И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им, Послушайте, непокорные, Разве нам из этой скалы извести для вас воду? Псалом 105, 32, 33 И прогневали Бога у вод Миривы, И Моисей потерпел за них, Ибо они огорчили дух его, И он погрешил устами своими. И грозный Божий ответ сокрушил замысел Моисея найти покой в обетованной земле. Четыре слова перевесили сорок лет верности Богу. Бог сразу же сказал ему, Второзаконие 32, 52 Перед собою ты увидишь землю, А не войдешь туда, В землю, которую я даю сынам Израилевым. Какой печалью наполнилось сердце вождя израильского. Сколько раз он мог перебирать в памяти всю грамматику и фонетику своего языка. Бог не любит, когда мы расширяем слова, веренные им. Особенно для тех, кто считается руководителем. Подобная катастрофа постигла и Саула, получившего прямое указание полностью уничтожить все, что попадет к нему в плен. Но первый царь, евреев, решил подправить инструкцию данную Иеговой и сделать лучше. Лучший скот принести в жертву не чужому, но своему любимому богу Саваофу. И Бог мгновенно отверг его, и притом навсегда, хотя тот и раскаивался. Первое царство, 15-23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление, то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Первое царство, 15-35. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Может быть, человека спасет не знание содержания Библии, а Библия – это единственное, что называется Словом Божиим. Все остальные книги, все до единой, не имеют на себе этой печати. Все должно сверять только с бессмертной, вечной Библией. Быть может, это нас не касается. И эти две потрясающие истории остались в древности. Старайтесь развивать свое воображение и мыслить Божьими категориями, его замыслами. Апостол Павел перечисляет ветхозаветные события не для того, чтобы мы просто знали историю, но для того, чтобы мы стали участниками ее. И все, что было там, это непременно будет с нами. 1 Коринфянам 10.6 Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Эти стихи должны выучить наизусть все, от патриарха до кухарки. Если человек верит, что есть Бог Всемогущий, что Он сотворил нас, и что Он будет судить нас, и что у человека есть вечность после смерти, которую Он сам определяет сегодня, то остается только один выход. Ежесекундно сверять свою жизнь с Библией, по которой нас Бог будет судить. Там, на суде Божьем, никто никому не поможет. Даже самая близкая дружба со святыми не приблизит человека ни на шаг ко спасению на суде Божьем. Иоанна 12.48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день. Иеремия 15.1 «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, душа Моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица Моего, пусть они отойдут». Матфея 12.37 «И от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Христос Иисус верил служителям своим гостиникам только два динария и никаких других монет, только два завета, то есть Библию. И добавил, что получишь награду, если что истратишь свое, сверхверенного, то есть потрудишься в истолковании Библии. У апостолов была четкая программа нести Слово Божие всюду и везде, и проповедь их, как шум, вот многих, наполнила Вселенную. 2 Тимофея 4.2 «Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Сегодня в православии нет практически ни одного полноценного служителя Слова. Все хотят быть служителями алтаря, сшить одежды широкими рукавами и как стеной отгородиться от народа. Римлянам 10.17 «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». О, если бы священники помнили эти слова ежедневно, ежечасно, но никогда на Руси эти слова не имели хождения в народе. Из пяти органов чувств Бог избрал слух. Через слух совершилось грехопадение Евы. Через слух благую весть Отсущего приняла Дева Мария. И Церковь Христова была образована через проповедь, через служение Слова. Слово «священнодействие» сегодня относят ко всему, что совершается в алтарях в Церкви священниками и архиеремии. К тому, что действует в основном на зрение, обоняние, вкус и осязание. А если касается слуха, то речь идет о театральных руладах наемных безбожных певцов. Но вера от слышания, и не просто слышание чего-то, но Слово Божие, то есть Слов Духа Святого, запечатленных в Вечной Книге Библии. И эта проповедь Библии, кто бы не нес ее, и где бы не свидетельствовал о Христе, есть великое священнодействие, Слово «Божественный высев». Осия 4.6 «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Римлянам 15.16 «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Если священники отвергают живую проповедь и не упражняются в ней, то согласно Слову Божию этих вышесказанных слов, за то, что они отвергли священнодействие служения Слова, Бог давно отверг их и от священнодействия Кадила. Малахия 2.2 «Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Нарисуем себе картину прошлого и настоящего. Стоят бедные рыбаки на берегу реки, у них рваные сети, и это все их достояние. «И не было даже двух одежд. У апостола Павла был плащ, то есть филонь. Это никакая не священная одежда. И Бог дает им инструкцию на всю их оставшуюся жизнь, которая благословлена до кончины мира, и ничего более он им не сказал. И это прямое повеление они усвоили без всяких семинарий и академий. Марка 16.15 «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И они сразу же пошли на вселенскую проповедь. Иоанна 21.22 «Ты иди за мною». Если это повеление воскресшего Иисуса достигнет ушей сегодняшних пастырей православных, то они не смогут сделать ни единого шага, чтобы выполнить его без предварительных условий. В первую очередь они потребуют храм, и обязательно с куполами и колоколами. Все они превратятся в мертвые пни и будут стоять и собирать средства на строительство храма. А это как раз и говорит, что со Христом они не встречались и повеления его не слышали. Допустим, благодаря их связям с коммерсантами и безбожными властями, этот храм откроют и зарегистрируют через одну минуту. Они сразу же выдвигают другое условие. Нам нужны иконы, роспись, а еще лучше откровения о святой какой-нибудь иконы, как у Святогорского монастыря при могиле Пушкина, блаженному отроку Тимофею. Это место явления иконы и обозначит, где быть храмом. Нам сразу же нужны будут кадила, свечи, ризы, типиконы и прочее, и прочее, полный реестр сегодняшнего оборудования храмов. Повеление Божие еще и не начиналось выполняться. Идите по всему миру. Все делается пока только для того, чтобы закрепить свое состояние на одном месте. Превращение в столбников с больными ногами. Быть служителями Слова и нести его миру. Эту заповедь Божью в России услышали едва ли 10 человек за 10 столетий. Стефан Пермский, Иннокентий Московский, Николай Японский, Макарий Глухарев и их помощники. Все остальное, что было на территории России от первого Владимира до сегодняшнего Владимира, ни евангельский путь, ни по Слову Божию. Храмы и все необходимое для богослужения должно появляться после обращения людей, после живой проповеди. А этого не было, нет и, похоже, никогда не будет. Потому что Библия у православных позабытая и позаброшенная книга. А все, что люди делают не по Библии, есть свидетельство их глупости, невозрожденности, плоды своему мудрого ума. Современные православные пастыри не два слова или четыре добавили к повелениям Божиим, но полностью скрыли Слово Божие, восстали против благодати призывающей и против благодати обращающей, пытаясь все сконцентрировать на благодати освящающей. А это есть не просто неевангельский путь, а антиевангельский. Ни в какое Царство Небесное не вводящий. Путь в Царство Божие один. Это Христос и Слово Божие. Иоанна 14,6 Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Матфея 25,20,30 Толкование феофилакта «Ученики называются торговцами потому, что передают другим учения». Комментарий Игнатия Лапкина «Божьи таланты, данные для приращения, должны быть рассмотрены, чтобы не произошла подмена Божьих слов». Он дал Слово Свое, наградив определенными талантами, силой и убедительностью этого Слова. Иоанна 5,24 «Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Лука 6,47 «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий Слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Четыре Евангелия Иисуса из Назарета переполнены словами «Слово Мое слышали от Меня» Лука 12,3 «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». С крыши, то есть с колокольни возвестятся слова Божии носителями света. Над миром слышится македонский крик «Дайте свет, люди гибнут без Христа». Деяние 16,9 «И было ночью видения Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». Помощь апостола Павла заключалась в проповеди слова, как в Ариапаге. Теперь это слово подменили колокольным звоном, пением хора, чтением псалтири на непонятном для народа языке, который слышит только глухое бормотание. Произошла чудовищная подмена истины человеческими вымыслами. Таланты люди и не получили, и не развили, и в этом вина полностью падает на пастыри. Но так как Бог сказал слово, что Евангелие должно распространяться в народах, не ограничиваясь храмами, то это слово его никогда не умрет. И если его не несут официальные храмовые служители, то его понесут другие, но уже со своими примесями. Исайя 55.11 Появились тысячи сект, у которых Библия в руках, и уста не закрыты для проповеди Евангелия. А они все могли быть православными, если бы об этом позаботились служители алтарей. Но Библия оказалась закрытой, завернутой, закованной, и слово Божие не приносит никакого приращения для православия. Его убили и распяли архиереи и священники. Проходящие мимо самаряне делают приращение этим талантом. Пророк Даниил 2.44 И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Толкование на Матфея 26.26 Так обязаны поступать и мы, то есть нечестивых людей, удалять от божественных тайн. Комментарий Игнатия Лапкина. Как только было скрыто Слово Божие, священнослужители перестали проповедовать чисто неповрежденное Евангелие. Сразу же прекратилось чревоношение и рождение. Все превратилось в стоячее затхлое болото. 1 Коринфянам 4.15 Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Духовное рождение, рождение свыше, возможно только через Библию. Не через богослужение, не через таинство. Полностью от первой до последней строчки Библия кричит об этом, что рождение идет от божественного семени, от Слова Божия. У каждого должен быть какой-то стих Библии, от которого он обращается. Это ключ, отверзающий врата. Это то семя, от которого получится эмбрион, и начнется чревоношение, то есть катехизация. Все остальное есть внебрачные связи, халдейское семя, чуждо и прелюбодейно. Марка 4,3,14 Слушайте, вот вышел Сеятель Сеять. Сеятель Слово Сеять. Сеятель это Христос, а в дальнейшем апостолы и все проповедники, а семя это Слово Божие. У православных же нет этого семени. Слово Божие заменили вымыслами человеческими. Исайя 28,13 И стало у них Словом Господа. Заповедь на заповедь. Заповедь на заповедь. Правила на правила, правила на правила. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничьи, разобьются и попадут в сеть и будут уловлены. Можете расспросить любого, приходящего в любой православный храм, как он обратился к Богу. И вы не найдете евангельского ответа почти ни у кого вплоть до патриарха. Ссылаются или на какие-то видения, переживания, встречу праздников, веру бабушки, посещение святых мест, прислуживание в алтаре с ранних лет, какое-нибудь сновидение, несчастный случай. То есть, какое угодно семя, какая угодно случайная связь, но только не его семя. Ясно, что такое дитя, рожденное не от слова Божия, издает не тот крик и просит не той пищи. И вот из таких незаконно рожденных потом будут пастыри, иереи, патриарх, которые никогда не вкушали божественную трапезу, сидя с Мари у ног Христа. Библия должна быть настольной книгой, и тогда в храме будут и верные, и оглашенные. Сегодня же нет этого водораздела, и практически ни один священник в России не может выполнить собственного возгласа «оглашенные изыдители». Притом кричат они этот возглас к алтарю лицом, будто к тем, кто находится в алтаре. Получается, чтобы выполнить этот возглас, нужно все вместе со священником выйти из храма и начать проповедь. Потом месяца через три начать выпускать по одному тех, кто родится свыше, кого коснется благодать призывающая, в чьем сердце совершится обращение ко Христу через благодать обращающую. И вот только такие имеют доступ к благодати освящающей, то есть к источнику жизни, к вечной чаши любви. Иоанна 6, 53. Иисус же сказал им «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни». Священники предали Слово Божие, отвергли его, а каков поп, таков и приход. И прихожане предали живое Слово Живого Бога. Не держат Библию ни в руках, ни в сердце. И поэтому путь всем таким к чаше закрыт, доколе они не родятся свыше и не получат истинного помазания от Духа Святого. Тот, в ком есть Дух Святой, он любит Слово Божие. Любовь к Библии это главный определитель того, родился ли человек свыше, имел ли встречу со Христом. Иоанна 14.23 Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Кто не любит Слово Божие, то есть Христа, учись того вместе с Иудой предателем, чтобы убедиться, что все сказанное здесь действительно так, пусть, если это священник, попытается выполнить оглашенные языки, и выведет их всех до единого, чтобы началась литургия верных. Если вы хотите опровергнуть эти слова, то при возгласе двери-двери тщательно проверьте стоящих в храме, нет ли отлученных за грех и некрещенных. Притом проверить нужно очень тщательно, нет ли здесь чужих, каждого лично в лицо. только тех, кто до этого был на исповеди у настоящего священника, который мог проверить, рождены ли эти люди духовно. Если хотя бы один чужой приступит к чаше, то священник за это должен ответить своей головой, как допустивший волка в овчарню, террориста в мирный дом. Четвертая книга царств 10.23 И вошел Иеуй с Анадавом сыном Рихавовым в дом Ваалов и сказал служителям Ваала, разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. Если эти строки прочтут не священнослужители, а прихожане, то помолившись Богу, поставьте себе задачу выполнить то, что слышите в храме, а именно оглашенные изыдите. Чтобы этот возглас выполнить, нужно знать поименно всех до единого, кто переступает церковный порог, знать их биографию, иметь на руках подлинно заверенное свидетельство о духовном рождении. Так было всегда в апостольской церкви. А если сейчас идут все скопом потоком с улицы, а священник криком кричит, кто еще не причастился, кто еще не причастился, кто еще не причастился, и вы должны будете сделать вывод, что это или не храм Божий, или это не православный священник, или в этот храм Христос еще никогда не приходил, в апостольской церкви было так Деяние 5.13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Заметьте, никто не смел, речь идет не о чаше, а просто пристать к ним, у нас же все навыгер священник как Моэзин с минарета кричит, зовет к чаше, кричит в храме полном безбожников, вот это и есть христианство без Христа, православие без православия, сам пастырь не научен из слова Божия и никого не учит, как говорит блаженный Иероним Стридонский, такой есть антихрист в рясе, А Василий Великий называет такого безгласного православного священника позлощенным идолом. Златоуз же нарицает его пьяным поваром и говорит, что лучше соглашусь умереть и тело свое отдать псам, чем допущу недостойного к причастию. Конец пятой части.